Ну, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, до восьми пока что. Считать и рисовать одновременно у Ульяны получается легко. А вот свободно двигаться и даже сидеть она может с трудом. Ну, началось с того, что когда она родилась, как бы, ну, сюрприз был в родзале. То есть первое-наперво, что я обратила внимание, это длинные пальцы. Очень длинные пальцы. По телефону, когда разговаривала с мужем, он говорит, как длинные. Я говорю, ну, вот представь, говорю, что у тебя четыре фаланга. Он говорит, а что у нее четыре фаланга? Я говорю, нет, их три, просто длинные. Ну, а потом дальше уже я, когда уже в палате были, посмотрела, что там они не разгибаются. И, как бы, суставы вообще, в принципе, не разгибались. А дальше началось самое сложное – хождение по врачам, диагностика, подбор курса лечения. В год и десять месяцев девочку удалось поставить на ноги, разработать плечевые и тазобедренные суставы. Но начал образовываться горб. В 2016 году на позвоночник установили специальную железную конструкцию. Каждые полгода ее подкручивают курганские врачи. Ведь ребенок растет. Нам нужно делать перемонтаж, потому что она уже выросла. Запасы конструкции уже уменьшаются. Нам нужно сделать перемонтаж конструкции, за которую они, естественно, не берутся за счет хрупкости костей, чтобы, не дай бог, там ничего не переломать. Поэтому нас надели в жесткий корсет и запретили сидеть. Носить жесткие корсеты Уля привыкла. Она даже не знает, как можно быть без них. А вот без комплексного лечения остеопороза в Москве не обойтись. Переломы, расшатанные болты на конструкции грозят тем, что ребенок не сможет двигаться вообще. Доктор нам сразу сказал, что у вас в любом случае не одно так другое будет вылазить. И вполне возможно, что и стопы делать чего-то придется. Поэтому мы готовы ко всему, как говорится, лишь бы ребенок жил полноценной жизнью. Пятилетняя Ульяна трудностей не боится и как будто не замечает. Она любит рисовать, поет в хоре, уже второй год ходит в подготовительную группу. Мечтает пойти в школу, ведь там столько детей. Друзей она находит, но удивление быстро. Я всех там знаю, вот, в нашем классе. И там Лиза, Дима, Саша и... Понятно. Во что вы играете? Мы? Ну, мы играем в день и ночь. Чтобы воплотить мечту девочки, нужно 528 тысяч рублей. Для этого нужно собрать недостающие средства, отправив СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда Ульяна Спиридонова сможет и дальше ходить с прямой спинкой, снимет корсет и ничем не будет отличаться от своих здоровых одноклассников. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим трампункт медицинского центра САНОС.